В Крыму прошли два крупнейших автомобильных соревнования в СНГ. Это Интерконт и Антика Ралли. Сейчас мы вам расскажем о гонке Интерконт. Она проходила в два дня. Гонка Интерконт – это подъем по горной местности. На этот раз, в отличие от прошлого года, горные гонки были допущены только машиной с серийными указованием. Несколько слов о трассе. Это потрясающий красоты участок горной дороги, ведущий к перевалу Байдарские ворота, длиной 3,5 км. Включает он 42 поворота различной сложности, перепад высот 190 метров. Это коварное покрытие трассы. Даже в сухую и солнечную погоду надежное сцепление покрышек с дорогой от поворота к повороту меняется. В этом же году трасса поставила перед гонщиками более серьезную задачу. Во время отборочных заездов дорога была откровенно мокрой и невероятно скользкой. Так что попадание в десятку финалистов определялось не только мастерством пилотов и технической подготовкой автомобилей, но и наличием хорошей дождевой резины. Да и сами заезды напоминали скорее не гонку, а демонстрацию способов управления автомобилями различных компонологов. Здесь были и передние, задние и полноприводные машины. Увы, слишком часто следствием малейших ошибок были не потерянные секунды, а полеты по горным склонам, влаго заросшими кустами и не слишком толстыми деревьями. Был исход, о котором, как ни парадоксально, я бы сказал, повезло. Один из главных претендентов на призовые места, заводской гонщик ОСЛК Александр Потапов, не сумел откловить на выходе из поворота свой полноприводный москвич Олега и чудом проскользнув между двумя деревьями на обочине, устремился срубая кусты вниз по склону. А повезло еще и потому, что, во-первых, автомобиль остался цел и невредим, а во-вторых, Потапов все-таки попал в десятку финалистов. Многих других литвинов ожидало менее завидное учись. Пореждения вывели машины из боевого состояния. Утром следующего финального дня всем стало ясно, что дорога сыграла с гонщиками вовсе злую шутку. Несколько поворотов были абсолютно сухими, другие чуть влажными, третие просто мокрыми. На какой резине ехать? Как запомнить состояние покрытия на каждом из выражений? Этот день стал крутым испытанием и для гонщиков, и для механиков. И хотя чуть ли не все сходились во мнении, что Николай Больших на своем монстре BMW M3 покажет лучшее время, сюрпризов ждали все. И сюрпризы были. После того, как в первом заезде сошел Александр Потапов, реальными претендентами на призывы в Салюте, помимо Николая Больших, считались москвичи Александр Апопорт, Александр Орловский и Вячеслав Прохоров. Николай Больших, показав уже в первом финальном заезде недосягаемое для всех время 133,34 секунды, все же не успокоился и во второй раз стыганул так, что улучшил свой же результат более чем на 8 секунд. Не бывало случаев для такой короткой дистанции. Он действительно проехал от души. Это уже означало победу. Ну, а что же другие претенденты? Александр Рапопорт на полноприводном Олега, улучшая от заезда к заезду свои результаты, оказался в конечном итоге на второй ступени пьедестала. А Александр Орловский на ВАЗ-2108 не лишен был честолюбивых намерений, и связаны они были не только с борьбой за второе место. Резко, почти на 4 секунды улучшив свой результат во втором заезде, он, увы, не смог его повторить в третьем. И уступил всего лишь полторы секунды по порту. И оказался третьим в абсолютном зачете. Зато первым в своем классе. 1.600 Ну, а награждение и банкет прошли в Артеке. Да-да, в том самом пионерском. Хлопали и призером, и призом. Интерконт и спонсоры не поскупились. Главный из них автомобиль Таврия, ключи от которого под гром алпогрессментов были вручены Николаеву Большеву. Славно поели, потанцевали и даже попили. Спиртной за свои деньги, что может быть и к лучшему. И заезали. Потому что многим из присутствующих нужно было готовиться к главному соревнованию, подготовленному интерконтом, ралли Антика.